Приступаем к решению задачи B1 из демонстрационного варианта ЕГЭ по математике. Кружка стоит 40 рублей. Такое наибольшее число кружек можно будет купить на 600 рублей после повышения цена 10%. Подчеркнем то, что нам надо. Очень важный момент, что вот эти цифры как раз и будут наиболее необходимы при записи данной и соответствии решения задачи. Пишем дано, что нам дано как раз. Дано. Чтобы записать дано, еще раз внимательно читаем задачу. Дано. Кружка стоит 40 рублей. То есть, дана цена. P. Она стоит 40 рублей. 40 рублей. Какое наибольшее число таких кружек можно будет купить на 600 рублей? То есть, число денег маленькое, большое обозначим, будет равняться 600. После повышения цены на 10%. То есть, повышение. Повышение. Равняется 10%. И найти надо максимальное число кружек, которым может купить решение. Ну, чтобы решить эту задачу, надо понимать, что максимальное число денег, которое у нас равняется с 600 рублей. Значит, чтобы найти число кружек, надо поделить 600 рублей на, соответственно, на цену одной кружки. Поэтому рассчитываем цену одной кружки. Изначально стоило 40 рублей. Потом мы повысили. То есть, P новая. Будет равняться P старая. Ну, с повышением. То есть, 1 и 1. Откуда взялась эта величина? Она взялась от того, что у нас повышение 10%. Отчего следует, что новая цена будет на 10% больше, чем старая. То есть, у нас есть, как бы, старая цена, эта единичка, да, плюс 10%. Ну, это, если более подробно сказать, получается, как можно показать, как единица. Плюс, соответственно, повышение, но уже, вот, с этих единиц, то есть, деленных на 100. Теперь, какое наибольшее число таких кружек можно купить на 600 рублей? Ну, что ж, чтобы более внимательно понять это, просто запишем, чему равняется P новая. P новая будет равняться 1,1 на 40. Это будет 44 рубля. Отсюда следует, чтобы найти общее число кружек, мы должны 600 выделить на 44. И это у нас будет равняться 13 с чем-то там, 13, 2, 3, 6. Так, число кружек не может быть, соответственно, каким-то нецелым числом, то, соответственно, ответ в ответе следует записать, что у нас число кружек будет равняться 13. Вот и все. Почему я не округлил до 14? Ну, это также очевидно, поскольку мы не можем купить, соответственно, на 600 рублей больше кружек, поэтому лучше заплатить 600 рублей, как бы нам дают сдачу по этому, да? То есть, поэтому мы должны кроять в сторону меньшего числа. Это всегда так. Кроме всего прочего, вот насчет этого выражения, которое, возможно, у нас вызывает какие-то непонятности, какие-то затруднения, я еще раз могу уточнить, что здесь у нас, на что заложено? Здесь у нас заложена как раз вот эта вот характеристика, что повышается на 10%. Так как у нас рассчитывается цена, соответственно, чтобы считать новую цену, нам надо взять и умножить ее как раз именно на вот этот вот коэффициент, который получается из-за того, что цена повышена. То есть, единица, это как раз старая цена, да? То есть, это как раз вклад на повышение. Вклад на повышение как раз и получается за счет вот этого вот числа 10%. Здесь я поделил на 100, чтобы все это рассчитывать в относительных единицах. Иначе у нас будет задачка повышена неправильно. И поэтому я как раз рассчитал, что у нас новая цена будет 44 рубля. Вот я поделил 600 на 44 и получил 13 кружек, можно купить. То есть, это равняется 13. Все.